Всем привет! Вы на канале Дети Звезд. Харизматичному певцу и актеру Адриана Челентано уже 83 года. Он давно не снимается и не поет на сцене, но в мире почитателей его таланта по-прежнему много, особенно почитательниц. Женщинам Челентано нравился всегда, а сам он на удивление вот уже 57 лет состоит в браке с единственной женой Клаудией Мори. Поженились они в 1964 году и вырастили трех детей. Первая дочь Розита родилась в феврале 1965 года. К ее появлению супруги оказались не совсем готовы, так как оба строили творческие планы и были увлечены своей карьерой. В 10 лет Розита вместе с братом и сестрой сыграла в папином фильме Юпиду. С той поры мечтала об актерской профессии. Помимо кино, попробовала себя в модельной сфере, увлекалась музыкой. В 1987 году вышла первая пластинка с ее записями. Но настоящий успех пришел к ней в качестве телеведущей. При этом девушка скрывала свою фамилию, чтобы никто не сопоставлял ее личные достижения с именами звездных родителей. В молодости у Розиты было много романов. Сейчас она замужем. Супруг Анжело Вайра – кинолог. Детей у пары нет, но Розита по этому поводу угрызений совести не испытывает, ведь она полностью смогла реализовать себя в творческой профессии. Сын Джакомо появился на свет в ноябре 1966 года. В Италии он популярный исполнитель, поет под псевдонимом Габриэля. В молодом возрасте Джакомо пришлось столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем, после чего он стал верующим. Большинство композиций в его репертуаре о вере, но иногда поет и старые песни отца. Джакомо, единственный среди детей Челентано, обзавелся наследником. У него есть сын Самуил. Младшая дочь Розалинда родилась в июле 1968 года. С детства любила рисовать, но родители не приветствовали это увлечение. В 18-летнем возрасте девушка ушла из дома, так как ее душе требовалось личностное пространство. Как художница, заявила себе очень достойно, представляя свои работы на итальянских и российских выставках. Помимо живописи, увлекается музыкой и кино. Розалинде нравятся разноплановые роли, так она словно примеряет на себя чужие судьбы. На ее счету уже больше 20 киноработ. Бунтарка Розалинда не принимает родительскую помощь, уже давно не зависит от них материально. В молодости у нее был роман с продюсером Паоло Пьерлуиджи, но он умер от онкологического заболевания. После его смерти серьезных отношений она ни с кем не заводила, а недавно и вовсе публично призналась в бисексуальности. А как вам кажется, кто из детей больше похож на маму, а кто на папу? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok